Всем привет, с вами Кирилл, вы на моем канале, посвящен игре Marl's Tag Force. Сегодня с вами пройдем испытания на последней категории, на тренировочные модули. Хоть прошло это довольно-таки давно, но, к сожалению, не было времени до этого записать, потому что испытания у нас не каждый день это проходит, и банально всегда на это есть время, поэтому эту ошибку я буду сегодня исправлять. Покажу, каким составом я проходил. Я уже подготовил два видео, как я прохожу, там будет меняться один герой в этих двух видео. В одном я покажу, как правильно распределять именно имеющиеся у вас начальные ресурсы, а именно контроль, чтобы минимально получить урон и максимально выдать по вашему оппоненту. А на втором, когда все у нас идет не по плану и получается по нам входит много урона, мы первый ход ничего не делаем, увидите эту разницу, посмотрите, все-таки как именно важно дать первый начальный старт именно на таких испытаниях, тем более, что они довольно-таки тяжелые, если, конечно, у вас не переполнены там именно герои красными звездами, там, конечно, будет все проще. Давайте посмотрим, что у меня получится. Так, к сожалению, я здесь сам не все прошел, здесь я прошел ровно половину всех испытаний. В последней категории пошел еще фрагменты, получается, сфер. Давайте посмотрим, каким составом, какой мощность я проходил. Проходило довольно-таки давно, у меня чуть было послабее отряд, но сейчас он, как видите, 194 тысячи. Давайте посмотрим. Здесь первым делом главное распределить контроль, потому что это основа здесь. Первым делом мы ослепляем вижена, это нужно для того, чтобы он не заблокировал ключевых персонажей. Потом мы пробуем встанить кроссболна, уходит, не выходит, это не критично. Здесь благоприятный момент, мы ослепили вижена опять второй раз, соответственно, выключаем уже на второй ход его и замедлили вдову. Здесь еще один из ключевых моментов, нужно за Йонду именно снять баф на защиту, потому что мы будем его пробовать ваншотать. С бафом на защиту, соответственно, мы не сможем это сделать, потому что у него будет очень много армора, у нас не получится. Здесь, получается, мы пережили начальный бурст, осталось только электро, но она, как видите, падает в вуе. Здесь мы таргетно выносим кроссболна, потому что на нем нет уже армора, соответственно, он легко сносится, потому что он довольно-таки картонный без него. Потом даем второй контроль. Как видите, вижен здесь за бой еще ничего не сделал, он три раза уже стоит в контроле, соответственно, урона мы входящего мало получили. Получил, конечно, у нас Танос, много урона от Железного Человека, но он уже должен впитывать, поэтому здесь есть танк. Здесь особо не торопим, в случае вызовем миньонов, ту Йонду я тоже не тратил, потому что будет вторая волна, нужно вставить бурст урон, естественно, чтобы быстро вынести Дэдпула, потому что там основная угроза будет Дэдпул и Кейбл. Здесь будем пробовать, естественно, Дэдпул убивать, потому что это основной урон. Главное, чтобы у него, естественно, застанет сейчас здесь стража, потому что Инвиз нам все испортит здесь. Мы не сможем просто никак достать их. Соответственно, подстанели, все это дело заливаем дальше. Ну здесь главное просто Дэдпула убить, потому что Кейбл первым ходом урона много не несет, как и Соколиный Глаз. Здесь я, конечно, немножко ошибаюсь, потому что степление нет смысла кидать, у Кейбла ульта все равно будет попадать в цель, как и у Соколиного Глаза. Здесь, конечно, можно менее, так уже вальяжно играть, но тут немножко более раскованная игра, потому что знаю, что я так пройду. У меня уже пройдено. Как видите, довольно-таки легко все проходит. Главное, выдать нужный контроль, пережить именно первый начальный бурст. Потому что там, да, если дать кроссбон ультануть, ваше пати просто разлетится. Здесь все довольно-таки легко. Как видите, проходим. Ну а давайте посмотрим, что будет, если неправильно распределить контроль. Я специально это снял. Если неправильно распределить начальный ресурс, здесь просто мы убиваем сразу, ваншотим электру. Соответственно, мы не выдали ослепление по Вижену, и у нас, получается, Мордо получил блокировку умений и Дракс. И, соответственно, они были на первом ходу бесполезны, что выводят персонажа просто на один ход. Здесь мы получаем сейчас просто тонну АУЕ урона от Вижена, от Железного Человека. Как видите, уже 4 персонажа у нас меньше, чем на пол ХП, а мы еще ничего не сделали здесь толком. Ну вот, конечно, Мордо может сделать свой контроль. Видите, получается, контроль у нас по кроссболну. Здесь мы сейчас не застали бы его, мы бы уже идеально, наверное, 4 здесь протеста проиграли. Но Стан у нас сработал, поэтому здесь есть шанс пройти. У нас, получается, именно здесь не мы контролируем ситуацию, а, получается, первые ходы мы пробуем выживать, потому что все идет, когда не по плану, когда контроль распределен совершенно неверно. Соответственно, получается вот то, что мы видели в начале. Ну, благо, потом контроль мы дали, соответственно, пережили. Мордо отхитился, благо он умеет это, как и Танос. Стан, конечно, не так хорошо. Здесь тоже так же пытаемся убить Дэдпула, естественно, потому что это основная угроза. Здесь у нас все идет не так, как надо. Как видите, здесь получается Страж делает у ворот. Соответственно, мы не можем сейчас достать. Пробуем здесь все есть. Естественно, нам нужно снять уклонение. Наш единственный сейчас получается шанс это на енот. То, что 0 тонет и снесет Тэдпула. Потому что если не снесет, он кого-то убьет. Соответственно, 3 звезды мы уже не пройдем. Как видите, енот дамажит на 7 звезд просто очень сильно. Были еще красные звезды, но вообще-то мы сносим бы здесь. О, и с ними просто обычных звездов хватает. Хотел бы, наверное, из 6. Дальше мы уже все получили, что можно. Нам не хватает только ульты. Дэдпула получится получить. И, естественно, мы могли уже весь контроль здесь получить. Весь контроль и урон. Даже вслепление слоем. Все очень, конечно, плохо, но все равно. Здесь мы справились, но, как видите, раньше здесь намного, намного большая. Ну и давайте посмотрим, как у меня обстоят дела с красными звездами на ключевых персонажей. У меня есть Йонду 3 звезды, Дракс 3 звезды, Танос 2 звезды. А на еноте, на звездном лорде, на ключевых дамагерах у меня по нулям. На морда тоже. Из апельсинов у меня пассивка Таноса прокачана. 11 категория на нем. На Драксе у меня тоже 11 категория. Ничего не качал из апельсины. За Йонду тоже ничего не качал. Не качал 11 категория. Ну здесь у всех 11 категория, кроме енота. Енота 12. Здесь я тоже ничего не прокачал из апельсины. У морда, естественно, второе умение. Это обязательно качать, если вы хотите персонажа брать. Но я очень советую этого персонажа, потому что он очень крутой. Здесь прокачан стан из апельсины. Ну и у звездного лорда у него вкачана его ульта. Дает 70% дополнительного урона. Еще это очень много. Это таргетный ваншот получается. Поэтому здесь тоже у меня прокачан он. В принципе все по апельсинам. Здесь все по категориям показал. Видите, вот мощность была пониже, когда я проходил. Вот там на пару тысяч, наверное, на персонажах, на ключевых. Поэтому в целом, конечно, где-то на тысяч 10 было меньше. Но я думаю не больше. Как вы могли только что убедиться, все-таки правильное распределение контроля дает свои плоды. Потому что так получается, вы контролируете бой. А когда всякие там факторы, когда идет блокировка способностей, вы не знаете, кого именно заблокирует оппонент. Это все-таки получается рандом. А здесь вы контролируете бой. Поэтому правильное распределение ресурсов это очень важная составляющая игры. Потому что это стенка. Все-таки на стенку. Здесь вы никак не можете уклоняться, уворачиваться, как в других играх. Здесь вы контролируете персонажа только по умениям. Поэтому здесь нужно это понимать и распределять грамотные ресурсы. Надеюсь, это видео вам помогло. Потому что все-таки лишние ресурсы не бывают. А именно если вы пройдете питание на следующую категорию, соответственно, у вас будет больше ресурсов. Вы сможете больше прокачивать ваших любимых персонажей. А если понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Снизу я оставлю твой дискорд. Добавляйтесь ко мне. Если будут какие-то вопросы по игре, с удовольствием буду отвечать. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok